Дайджест недвижимости Большинство из них, 77% пока не планируют улучшать свои жилищные условия О возможных положительных изменениях в квартирном вопросе сообщил 21% респондентов Согласно опросу, среди желающих купить квартиры и жилье на первичном рынке более востребовано, чем вторичные 35% против 19% соответственно Еще 14% сообщили, что намерены обменять имеющееся жилье или сделать в нем ремонт Из тех, кто планирует покупку недвижимости, 55% рассчитывают на свои средства Более 35% намерены взять ипотеку Еще 10% собираются одолжить деньги у родственников И примерно столько же респондентов рассматривают вариант потребительского кредита Дайджест недвижимости Киров вошел в число городов с самыми доступными арендными ставками на недвижимость Снять однокомнатную квартиру в нашем городе стоит от 7,5 до 9 тысяч рублей Такие данные содержатся в отчете агентства домофон.ру по итогам 2016 года Наиболее низкие расценки помимо городов при Волжье Зафиксированы в Черноземье, на Южном Урале и в Центральном федеральном округе Так, самое дешевое съемное жилье предлагают в Курске Средняя цена аренды здесь 7,5 тысяч рублей в месяц Это в 4 раза дешевле, чем в Москве К слову, однокомнатную квартиру в столице можно снять в среднем за 34 тысячи рублей На втором месте Петербург Там за однокомнатное съемное жилье придется отдать около 22,5 тысяч Замыкает тройку лидеров Симферополь Средняя ставка на аренду однушки составляет 22 тысячи рублей Аналитики агентства отмечают, что в среднем по России Снимать квартиру стало на 4,5% дешевле При этом в Москве аренда подорожала на 6% Дайджест недвижимости Правительство России одобрило переход от публичных слушаний По градостроительным вопросам к общественным обсуждениям в интернете Об этом говорится в сообщении на сайте Кабмина Как полагают в правительстве, таким образом Уровень информированности граждан о том или ином градостроительном проекте значительно повысится А участие в общественных обсуждениях станет максимально удобным Кроме того, законопроект расширит способы влияния граждан на градостроительные решения И позволит привлечь к обсуждению максимальное число граждан С минимальными затратами времени и денег На этом все В студии работала Анна Лапшина Дайджест недвижимости Дайджест недвижимости